Привет, это Ребуарно. На одном из них последний стрим мой подписчик Браточек через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик, который называется Трудности перевода Uncharted 2 Among Thieves. Я так понимаю, здесь у нас сейчас будет много бомбления от Карамышева, потому что я смотрел предыдущую серию, где он сказал, я буду бомбить. Короче, давайте посмотрим, здесь будет что-то интересненькое, поехали. Стопгейм. Убивать, убивать, убивать англо-русским словарем. Надо, да, да. Вот это мы как раз смотрели в предыдущей серии. Совсем недалеко. Это я и сам понял, умник. Это будет тяжелый выпуск. Ну, не знаю, здесь что-то как-то я не вижу ничего такого. Прям страшного. Я, как и говорил в предыдущей серии, то, что, скорее всего, буду бомбить на бомбление Карамышева. Ну, не то, что бомбить, но просто, ну, блять, ну окей. Во-первых, вообще похер, типа, ну такое вот. Уча спойлеров, включая даже финальный синематик. Без разницы, я, я запутал. Во-вторых, зашкаливающее количество мата. Мата-ярости. А по всему, это похуй. И агрессии, ввиду качества. А вот то, что агрессии, блять, и мне иногда бомбит на бомбление на такое. Ну, типа, для меня большую часть то, что Карамышев выдает как за жесткие ошибки, для меня это мелочи вообще несущественные практически. Может быть, здесь сегодня согласен буду с ним. Посмотрим. Так что, если у вас аллергия на злость, неприятие сквернословия или склонность к бадхёрту от осуждения того, что вам, возможно, нравится, вы предупреждены. Ну, а если вы еще здесь, то это СтопГеймРу, Денис Карамышев и очередные трудности перевода. Хотя, знаете, нет. Это видео не может называться трудности перевода. Это трудности слов, букв, предложений, трудности. Настолько все плохо. Текст, в конце концов, но не перевода. Потому что переводом, локализацию второй части Uncharted, язык не поворачивается назвать. Я специально, на всякий случай. Цель перевода является установление отношения за эквивалентностью между сходными переводами и текстом для того, чтобы оба текста несли в себе. Далее с Википедию и проверил. Потому что Википедия, с точки зрения информации, является установление отношений эквивалентности между исходным и переводным текстом для того, чтобы оба текста несли в себе одинаковый смысл. Нет, ну вот когда если смысл в переводе вообще разнится, да, от оригинала, то тогда это жесть. А если какие-нибудь мелочи, абсолютно не влияющие, не на что, да похуй вообще. Одинаковый смысл. Отбросим пока что слово одинаковый. Поищем смысл хоть какой-нибудь. Черт. В смысле второй готов. Пля, ладно, тут это, блядь, дичь. Что? Это просто какая-то хуйня. Эй, не трожь кнопку. Этот? Один готов? Окей. Этот? Этот? Может эту? Придется спрыгнуть. Так ты уже спрыгнул. Ладно, иду. Че? Казансанов выпрыгнул, конечно. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. Что? Что? Что за разговор двух ретардов? Тут такие ретарды. И что на это скажешь? Дерево какое-то. Причем же тут камень Чантамани? И верно. Че? Внизу открывается. Кто? Больше, больше. Я не понимаю. Больше тупых диалогов. Как всякие реалии какая-то хуйня. Ты че за фигня? Так. Да. Все это пример того, что получается, когда переводчику не предоставляют комментарии к стене текста. Кто не реплик разбросанных по хронометражу игры в самой разной последовательности? Отсюда и вытекают подобные ведра тупого, но хитрого поноса, который начинает вонять. Ну, хитрого. Че здесь хитрого? Только когда уже поздно что-либо изменить. Так что давайте сделаем... Очень странно, на самом деле. Мне кажется, вообще, когда, типа, дают игру на перевод, должны давать, я не знаю, ну, типа, прохождение, ебаные игры, например, там. Ну, или контекст какой-то. Там нет ничего страшного. Хоть все это и звучит, как диалоги умственно отсталых, которые игроку приходится слушать. У меня такие диалоги иногда тоже подбешивают. И тогда не только в играх бывают, но и в фильмах, например. Такое, да, согласен, это хрень какая-то. Ах, хрень. Гет даун переводится и как пригнись, и как слезай. Нет контекста, нет смысла. Что? А, черт. Слезай. Куда слезать, блядь? Хэйгган! Я хэйгган! Ну, тогда, наверное, здесь не вина этих переводчиков, и вина, блядь, тех, кто их попросил переводить. Я хэйгган! Та же самая ситуация, но с другим словом. Держись! Я повис! Повис! Чё? А то здесь они сами могли понять, что звучит как-то хуёво. Если они разговаривают друг с другом, как-то не связаны, не безвязана какая-то речь. Если бы эти два предложения были предоставлены переводчику как диалог, то на выходе не получился бы вот... А, это даже не представлено как диалог? Это идиотизм. Как тут красиво. А ведь когда-то здесь было очень красиво. Чё, блядь? Речь, конечно же... В смысле? А они даже текст реально дают просто сплошным? Нет, погоди. Озвучивают-то разные люди, значит, у них это было, наверное, изначально написано, что это диалог. Это про адекватного переводчика, насчёт чего у меня есть небольшие сомнения, но об этом позже. А пока что предположим, что он настоящий профессионал. Ага. Хотя кто-то виноват в... Они же должны стоять рядом, и я не озвучиваю, блядь, их, какие-то разные люди. Какого хрена? Пусть не отдел локализации, а издатель, поставивший переводчика перед необходимостью переводить вслепую. Но, допустим, это простительно. Гораздо ниже планка толерантности опускается, когда человек, который должен переводить текст, придумывает собственный. Получается тот же бред, что и в предыдущих примерах, но уже не по вине заказчика, халтурно подготовившего материал для перевода, а по вине того, кто сам себе выкопал выгребную яму своей отсебятиной. Ну-ка, давай. Елена и Джефф в Липпе. Как всегда. Как всегда? Откуда тебе знать? Вы знакомы 15 минут. Джефф и Елена в Липпе. There's a shock. Как удивительно. Ну... Конечно, как всегда, не подходит, но в любом случае, как бы, она... Ну, как бы, здесь, вот это вот как удивительно, да, это тоже звучит так, как будто бы они не знакомы, они знакомы, точнее, дольше, чем 15 минут. Как будто бы она знает, что они, как всегда, влипают. Она знает, да. Вот, поэтому, ну, как бы, почти одно и то же, как мне кажется, но звучит по-другому. Согласен. Ну, и там, когда уже это был сарказм, а здесь у нас в русской нет. Ты это только что увидела! Ну, да, тут немного смысл изменился. К кому он говорит? Кто, блядь, поберегись? Кто это? Воздух? Ты в кровость прыгаешь, а не в бассейн с людьми. Каким хреном слово крэп превратилось в поберегись? А как это переводится, я не знаю. Не, ну не привезь, черт, говно, блин, дерьмо, твою мать, что угодно. Берегись. Ну да, согласен. Самое время вспомнить то, что где-то в начале выпуска мы оставили одно важное, казалось бы, слово. Для того, чтобы оба текста несли в себе одинаковый смысл. Потому что какой-никакой смысл в большинстве реплик игры имеется, но он едва ли чуть чаще, чем никогда имеет хоть что-то общее с оригиналом. И я говорю не про реально непереводимые речевые обороты с игрой слов и прочими кошмарами переводчиков. Не про фразу типа In Like Flynn, у которой не про общие с оригиналом. И я говорю не про реально непереводимые речевые обороты с игрой слов и прочими кошмарами переводчиков. Не про фразу типа Жагронное выражение означающе быстро и лёгко это считать, получить доступ к желаемому. Поедаешь, к приятному значению фразы иногда используются для обозначения успешного совращения. Легенда гласит, что у того, кто сможет выловить кадр с этим текстом на ютубе, достаточно бедихлорианы в крови, чтобы сверхность ситх восстановить. Только я это сделал вообще в ВК. ...который нет лаконичного русского аналога, смысл которой невозможно передать нашему игроку в рамках дубляжа, так, чтобы уложиться в липсинг, да ещё и обыграть имя Флинн. Айда Флинн, круто. Что? Айда Флинн? Айда Флинн? Айда Флинн? Просто подсади меня. Айда Флинн, какой Флинн, блядь, чё? Не говорю я и про эту реплику. А кто такой Флинн вообще? Ну не просто же так фраза появилась. Поверишь, тут в карму. Карма, сука? Нет, по-моему, у нас такой, так, редко, но говорят. Ну такое не карма, говорят, сука, а другой судьба, наверное. Говорят, карма, сука. Или месть, сука. О да, месть сладка. Нет, месть, сука, точно не говорю. Не про игру слов с твилдл дитвилдом Льюиса Кэрролла, которую, в принципе, перевели нормально, учитывая обстоятельства. Только этого мне не хватало. Тупое ещё тупее. Не про крылатую... А, тупую штупи, дам, дамбер, ага. На западе fight fire with fire. Для чем подобное? Подобным. Чёрт с ними. Это те вещи, к которым претензий быть не может, ввиду их непереводимости в синхронном дубляже. Угу. Речь про другое. Кэрролл, come on over here, give you boost. Не могу достать, идти сюда, я подсажу. Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Блядь, вообще этот смысл поменялся. Нет, я не с целью постебать. Мне действительно интересно, как вот это предложение... Можно было перевести вот так. Им нас не достать. Даже в отрыве от контента. Быть не в состоянии, не уметь доставать это. Если это просто одна фраза на чистом листке бумаги. Как? Одно общее слово. Такое ощущение, что на переводе был предоставлен не текст, а ключевые слова. Так, вот здесь вот придумайте вот это, пожалуйста. А вот здесь вот это вот. Ну, блядь, ну, придумайте сами. Придумывание к переводчику, звучащей как-то... Блядь, ну, согласен на бред. А вы играете как-нибудь слово достать. Нам наплевать на результат. Так не доставайте же никому. Я тебя подсажу. Что получится, то получится. Я тебя подсажу. Ну, как еще объяснить, что все тонкости сценария, которые можно было просрать, просрали. Дрейк в разговоре с аборигеном повторяет исключительно «Я тебя не понимаю». Как умственно отсталый попугай. Я не понимаю тебя, приятель. Я все равно тебя не понимаю. Хотя вообще в первый раз в ответ на кривление Тензина он ответил, что не очень хорош в разгадывании шарат. А во второй раз он сказал, что все еще не говорит на его языке. Да, я все равно не говорю. Не, ладно, здесь вообще, как бы, мне пофигу, не особо влияет каким-то образом на сюжеты, что-то такое. Типа, я все еще тебя не понимаю. Ну, как бы, это фигня. Да такого бы я точно не докопался. Ну, насчет пресного, да, согласен. Здесь, как бы, одно и то же повторилось не особо прикольно. Но они не настолько критичны, чтобы это ругать. Ну, опять же, здесь, имеем пофигу, да, немножко изменилось. Ну, а они опять не критично. Говорю, для меня критично, если прям смысл меняется. А так здесь шутка проебалась просто. Я тот человек, который в игры играет не в первую очередь для сюжета, а в первую очередь для геймплея. Ты знаешь, что делаешь. Ну, типа атмосферы. Ну, вот, да, тоже. Все, все, что было. Получилось. Можешь сказать, я хочу сейчас теперь слушать. Так. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на овусь. Ну, это как-то не... Как бы, не в попад сказал. Надо бы полагаюсь тогда, уж и не полагаясь. Но если вот это отбросить, то практически то же самое. Ну, просто только наше, этот, как его выражение. Не вижу смысла. Не вижу здесь причины тоже бомбить. Я точно надеюсь, что ты знаешь, что ты делаешь. Я не имею конченную идею. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. Ну, а зачем только спрашивала? Делай, что говорю. Так. Ну да, здесь поинтереснее звучит. У нас как-то херня, как два раза повторил. Думаешь, придется влезть на эту штуку? Похоже, мне придется туда залезть. Да иди ты нахуй! Вот это уже, блядь, бредятина. Мне? Ну да. Вот шутка. Отличная шутка. Отхрани по дому, да? Чё-то улетел, блядь, беззвучно. Было. Угу. бы не ту окраску передал словам неправильно сформулирован и да это наверняка не косяк переводчика просто в тезе не было прописано что эти две реплики связаны по смыслу идут друг другом и должны быть созвучными во имя юмора но мне уже чья это вина всем до звезды качество из игры все ее нет это пример отличного и ржачного стёба над тем как ругается салливан это почтенный виктор салливан объясни мне на тебе сдался этот старый хрен а вот это пример у бог ну да окей шутку про просралась но я как уже сказал мне блять главный смысл хотя бы чтобы понимать смысл меняется хуйня перевода почтенный виктор салливан векте гаддэм салливан почувствуйте разницу вон ну да храм таит в себе дорогу в шамбалу слушай флин я не узнаю тебя я не узнал я не узнаю вообще нету сказал я перед вами вся игра на бумаге вы хоть попытались вникнуть в происходить правда бумаги блять и не экране это в другое буду как бы без персонажей чьи реплики переводите или вам на перевод раз в месяц присылали по фразе на пожеванной бумаге с вы походу так она еще и чернилами хоть как-то можно было попытаться обыграть те вещи за которые любят нейтана дрейка не здравствуйте это забавно было и как мне спить этот проклятый за которые любят салливан почему нет зачем водить шлюх на место что такого это не был какой-то гипотетический нет ну тут я как бы практически то же самое пилот тут церковь а тут место место то это все равно тоже богослужение насколько я знаю поэтому близко вопрос дрейк прямым текстом спросил ты водил шлюху на мессу на что салли ответил а что такого не факт что он и правда и и туда водил но сказал он именно это это ли не характерообразующий диалог между персонажами на кой хрен нужно лезть в такие вещи со своими правками вообще типа не вижу не 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 вижу смысла бомбления лепсинг явно нет цензура нет проблемы переводчика с временами в английском языке вполне возможно ведь это не единственный случай подел шлюху на месу натворил ну опять же смысла не особо не образующих деталях да типа влияет на характер согласен но мне как я уже говорил до лампочки практически вот именно в играх конкретно я играю для этого для гейплея я такой странный окей вон смотри вот этот тот что в клубах пыли и пороховом дыму повезло нейт там-то лазаревич и засел нам лучше бы убраться отсюда как можно скорее ну выбора нет так что произошло в русской версии хлоя предложила свалить оттуда по добру по здорову грубо говоря за сало не то чтобы это противоречило образу ее персонажа но это не то что произошло на самом деле на самом деле она просто выразила свое недовольство по поводу того что им придется лезть в самое пекло это перевод нет это не перевод этот диалог не имеет никакой связи с оригиналом вот фраза на английском языке я был надеяться мы бы быть держать курс в артикль противоположный направление каким образом вы увидели здесь вот это но лучше бы убрать сюда как ну да тут в разными это смысл и даже не смейте заливать про липсинг вся первая часть была переведена дословно с почти идеальным липсингом или что в тот раз локализатором просто повезло каждая реп очень странно на самом деле так понимаю два разных локализатора это делали почему ну типа я насколько понял локализовали именно коллекцию а коллекция выходила одновременно как бы почему тогда не сдать озвучить всем а все а точнее одному человеку но одному одной студии клика идеально вписывалась в липсинг а в этот раз не фартанула попадались на протяжении всей игры исключительно фразы которые не поддаются синхронизации да хер там просто кому-то насрать на результат не знаете что мне надо было вставлять сюда это момент накипела после я же привык накипела когда вы показываете вот эту сцену на крыше отеля в барнео вы не просто показываете свой непрофессионализм в работе над переводом но я так понял он другой говорит там просто становится ясно как никогда до этого что uncharted для вас не художественное произведение а не каплей более чем товар который ну тут скорее всего да так и есть нужно парить нам правда хуй его впаривают судя по словам карамышева итак вы можете выдумывать что угодно можете вырезать реплики можете менять смысл фраз портить юмор искажать характер убирать акценты забить на достоверность можете выдумывать собственные диалоги собственные диалоги вместо тех в которые на титок вкладывали конкретный смысл почему потому что вы говорите что хотите чтобы русский игрок мог насладиться игрой простите уже я просто не вот тут его баррочки жопу рвут создавая эту игру развивая персонажей сочиняя сюжет а вы как студия издатель обязуетесь донести до всего мира плоды их трудов вы берете на себя ответственность показать нам это я знаю о чем вы думаете вы думаете мы можем насрать на я бы лучше посмотрел на кто как бомбит сам карамыша верность потому что никто уже не узнает что было в оригинале мы можем нести любую чушь ну блин вы не заслужили право портить игру вписывая подобную реплику как такое прошло в релиз такое случается когда вы берете и кладете хер на персонажей в то время как должны работать до сценария нужно же стараться сони нужно контролировать процесс это ведь это не 3 до сони как будто бы похуй было да на эту херню всем насрать делайте что хотите там персонажи изначально были убогие у нам надо остановить тейлора нет это анчартед это классик с мощными персонажами я знаю чем вы думаете это же просто игрушка в нее детишки играют нахер идите искусство когда вы беретесь адаптировать что-то что до сих пор оставляет и нравится многим людям от вас требуется две вещи во-первых надо отдавать себе отчет в том что перед вами серьезная игра а во-вторых нужно стремиться к уровню оригинала настолько насколько это вообще возможно в вашу тарак охуенно было прикольно если бы критик бубанул на русский перевод он чарта дарил я не могу быть единственным с кого это бесит и слава богу я не один кстати о фразе отчаянные времена знаете почему она не была переведена корректно да потому что за 10 минут до этого та же фраза была озвучена в локализации как поиграем в войну ну да тут опять совсем другое не какой-нибудь непереводимый английский фразеологизм у нас есть выражение отчаянные времена требует отчаянных мер это дословный перевод их выражение это просто подарок переводчику ему не нужно никак выкручивать да типа не придумаю свое вставляю просто что есть это узнаешь фазл сходится сам по себе но поиграем в войну нет страны реально ирония заключающаяся в том что дрейк спустя некоторое время парировал той же фразой пропадает поиграем войну выбора нет так здесь прям убил из 2 этих два момента не единственный пример того как можно убить растянутый по хронометражу шутки у тебя есть запасной план сейчас придумаю ну план c у тебя есть да вопрос про план c работает тогда когда был упомянут план б между тем все мои планы идут к черту нет нет елена хватит ты был прав все вокруг тебя идет к черту это не то что он говорил это опять сломали отдал должок да ну вот с тебя причитается решили вообще не переводить достойный пилигрим легко обошел все препятствия на пути к шамбале в дневнике он писал что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствия на пути в шамбалу с помощью этой штуки вау какая смелая догадка не основанная ни на чем это все равно что конечно эльдорадо золотой человек это не золотой город это он золотой идол а внутри какой-нибудь газ который превращает людей в монстров откуда он знал вот если бы в дневнике что-то было сказано о каком-нибудь даже не знаю золотом ключе урдик кограмм скрэнтеда голден паспорт как обстакал зоны черный тушим бала и пипец смысл прям религию и роутер до урды сика будет гибна голден паспорт как обстакал санна черный тушим бала совпады сези господи насколько тупорылый этот перевод ну согласен тут прям смысл изменился почему так получается при помощи логики постигнуть невозможно потому что здесь есть вот это я слушаю вот был бы прикольно если бы они потом брали комментарии у переводчиков я бы вообще кикнул как бы они оправдывались от всего этого тебе точно понравится о нет ты рихнулся надо же ему не понравилось интересно почему как бы описать совсем другой сказал что чувствую я глядя на это вы когда-нибудь видели обуханного ягой школьников заблеванный подворотник нет так слава богу даже это я за сюда какой мишку подбудером специфически не писался что вот вам заняться хуй масса регулярно прогуливающие уроки до заняться как бы и приятнее в школе пошатываясь по пути в ларек за очередной банкой пойла в состоянии алкогольного угара увидев нацарапанную на заборе фразу и он от гана лайк без не переведет ее как не точно понравится там же пиздец даже отрицание уже есть даже 2 они точно понравится переводил эту игру его знает если он решил что опять же смысл меняется фраза будет здесь уместней так что допустим вы поняли что я имею сказать этому человеку но предположим что я еще не потерял веру в отечественный прокат давно походу потерял и и удивляется когда делать хорошее тогда есть всего одно логичное объяснение происходящему опечатка никто от нее не застрахован верно раз опечатка два опечатка три четыре пять шесть семь до хуй опечаток блять имеет он бывает меньше сочинение 9 да сколько их тут может хватить дислектиков на работу брать приближаюсь спасибо за у них есть что в оригинале не понял смысла приближаемся спасибо капитан очевидность чего блять умник хоть хуня я это впервые увидел я поделился с коллегами своим негодованием в ответ на что получил вполне адекватное предположение о том что возможно в 2009 году в россии этого мема еще не было окей вызов какого октября начали игра у нас вышла 16 октября 2009 года локализация судя по качеству было сделано не более чем в недельный срок а значит перевод начали писать 10 октября 2009 почему именно этот капитан очевидность по моему давно уже одна потому что это суббота а подобную другу можно сочинить только ранним похмельным утром корпоратива с коксом лсд и кальяном нас пояса так вот 10 приступим москва марта 2008 год по шорк капитан очевидность вопрос насколько далекий даже не то что от игр а вообще от интернета человек переводил текст чтобы копить не ну камон капитан очевидность конечно я знаю но много мемов которых я вообще слышу первый раз они уже популярные бывает такое очевидность заменить словом умник это мем мировой величины если ну не ну одно и тоже когда очевидность умника гулять ну камон ну типа одно и то же будем честны здесь я вообще проблем никаких не вижу окей это началась прикольная звучит но смысл от этого нихуя не меняется решила поэтому вот мне вот на это бы как бы пофигу он будет уместен в ее игре то кто вы такие чтобы его оттуда убирать видно когда за дело берется гений адаптация второй части uncharted это не перевод это примерный пересказ оригинальных событий человеком страдающим болезнью альцгеймера спустя недельку-другую после прохождения в казуальном режиме сыгравшим на фоне тяжелым роком в венампе что конечно же помешало расслышать ему несколько критично важных для сюжета и логики повествования фраз здесь просрана половина шуток половина смысла происходящего любой диалог выходящий за рамки двух предложений все все что можно было испортить было испорчено обидно поймите меня правильно большая часть текста переведена корректно но нет никакого желания об этом даже упоминать как я делал в предыдущем выпуске потому что в первой части серии в отличном переводе проскакивали порой редкие косяки что неудивительно учитывая объем работ по локализации но здесь ситуация обратная в океане из говна который почему-то многие он сказал большинство до этого потому что было сделано правильно переводом порой попадаются верно переведенные куски текста что также неудивительно а ведь я еще поговорю типа большинство было передено правильно теперь только редко падающий и не начал разглагольствовать про дубляж и бета прай говоря о хорошем денис беспалый вторую игру подряд доказывает что он отличный актер и дрэйк по крайней мере в кат-сценах озвучен прекрасно на уровне близком к оригиналу приколись хорошо было прерывает и начинает говорить по-другому не ну в оригинале что получше было изречение записывались вслепую в отличие от кат-сцен по крайней мере мне хочется в это верить ибо наш нейтан в такие моменты выдает куда менее впечатляющую по эмоциональной амплитуде игру да наверное мне стоило предупредить ну что-то не нет и не заметил как-то с разницей ну да здесь как бы меньше удивлен а у него прямо то чуть ли не крик был когда надо соли нет на не круто он слышал оригинал сыграл бы убедительнее может в качестве примера можно хоть весь эпизод с поездом привести где нова норд демонстрирует персонажа находящегося буквально на грани истерики от происходящего в то время как наш дрэйк реагирует на окружающий его свинцовый далеко не а это второй тоже я думал в пример типа хороший приводит черт это еще что зараза отлично боеприпас то что надо ну да вообще далеко как будто без этого мало проблем но здесь просто как будто куртку то чувак говорит согласен при мне не дожал повезло не даешь не дожал тоже может хватит да не то как мне надоело но есть парк из-за проблем был с моментов кат-сценах где все несколько печальнее чем могло бы быть дамы вперед прелесть реально не дожал прямо оригинал вот здесь прям хорошо даже угорают это хорошо загручил не все так плохо вот даже личное ведро нет блять опять регулированные по громкости сарказм кто-то сломался мете тоже никуда не делись но вообще для охов записываем их в студии у микрофона звучат они весьма органично ну и плюс к тому они лишний раз напоминают нам что нейтан нормас и и дрейк хоть доставляет и поменьше чем в прошлой части но все равно крут и к нам чего не скажешь а хлоуи ты что ревнуешь в конце концов не забывай кто от кого ушел даже не думай речь не про голос не про тембр не про акцент а просто про то что она не играет роль ну да есть такое согласен как будто бы просто своим голосом говорит типа в обычной жизни есть еще дневники очень много лазарович платил очень дорого за дневники марка пола он искал камень чем там они долгие годы вообще это не играет роль это офигенный в плане озвучки персонаж был до дубляжа там даже вот видно типа по игре ну как бы точнее ну как как она себя ведет да там даже пауза было а у нас переводе паузы не было что мы тут видим дрейк сказал что ему нужно пять минут а хлоя неправильно его поняла нейт запнулся и пояснил что вообще-то он имел ввиду другое главы а нас thinking more like an explosion хлоя осознала что ошиблась и засмущал тут как будто бы не осознание а просто она прикалывалась изначально что мы слышим в дубляже их надо отвлечь мне нужно на пять минут влезть в палатку вот и все всего пять минут прекрасно даже раздеваться не придется может просто что-нибудь взорвешь взорвать но это просто ну да что вообще как бы не по не попала мы не слышим в дубляже а это просто разговор двух роботов и никак не реагируют на происходящее в лучшем случае обсуждают план действий нейт просто разговаривают о буднищем за чашечкой чая альтернативный вариант может просто что-нибудь взорвешь хлоя согласилась взорвать это это проще чем на топ сцена катсцены переводились и были озвучены не вслепую поясняю на всякий случай а как вам вот это когда приведете заряды в боеготовности используйте детонатор и бабах ничего не напоминает когда приведете заряды в боеготовности используйте детонатор и бабах там также было что ли я уже не помню что еще что еще она разбила тебе сердце ну хват блять ну вообще типа не попадая согласен боже мой какая она это тот самый уровень закадрового перевода о котором я не вспоминал со времен the last of us это не дубляж это не тот персонаж что в оригинале я бы сказал это согласен персонаж совсем другой единственный герой игры который озвучен вообще никак вообще без отыгрыша роли просто приятным женским голосом начитанный текст от него не режет уши но этого недостаточно для такой игры это не выпуск новостей в конце-то концов художественное произведение ну типа сидеть я даже не поспорю клинический идиот прям вот слышно как здесь она такая блять на экспрессе а наша озвучивает ну просто читает вообще прям минус особенно это даже я тут блять не буду в глаза на фоне елены которая как раз звучит как и должна а что самое смешное озвучивает и ту и другую одна и та же актриса какого хуя о чем прикол если ты можешь какого почему на это не сделал я не понял ху хрена и во-первых зачем а во-вторых как так-то блин 1 на вторую не кажется что один персонаж похоже на оригинал а второй вообще не выдерживает сравнения с первоисточником бред нет она конечно молодец персонажи воспринимаются по-разному когда смотришь в монитор но вы с легкостью определите кто здесь кто тут что-то не так на лазаревич они деньги нужны их у него хватает дело в другом пошли у нас нет времени но я слышу там 1 это было елена вот это вот вы ждите здесь это твоя забота милый разберись с этим парнем а вот здесь пока не понял это вторая это елена это я к тому что в английской версии эти два героя вообще не похожи ну на самом деле в некоторых моментах что как будто бы одно и то же но потом чувствуется разница но не о сходстве голосов на самом деле речь и не о том что один персонаж в дубляже звучит хуже чем другой они озвучены одинаково если говорить именно о качестве озвучания без привязки к оригиналу просто в этом самом оригинале роль хлоуи гораздо сложнее комплекснее и интереснее чем у елены поэтому ее русской версии у меня серьезные претензии категоричная неприязнь к результату на выходе ну понятно здесь понять можно типа гораздо хуже звучит время как на русском какие-нибудь недостатки в озвучке нашей елены и есть то они не выходят за рамки пресловутого просто оригинал не переплюнуть да и в целом нет того же восторга на кончиках стиков от диалогов наших дрейка и елены как от их английских версий как будто бы она про он предложил а не он да я пойду туда один стоп 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 послушай меня а ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих внедорожников внедорожников обеспечишь транспорт я проберусь туда схвачу хлою а ты заберешь на угнанной машине да на ней поняла а ты я понял марш не ну здесь мне тоже понравилось нормально прозвучал в общем другими словами вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника она хочет сказать что это уже зараза глупо а я не понял джев саль здесь не так много как хотелось бы но озвучен он и все так же неплохо и сай вы его и у нас кастей не пора ли совсем испортить ему настроение есть где он поставил ударение не на то слово убив юмор соли не о нем ли говорил марку пола я не понимаю даже о чем ты говоришь и он все так же не обыгрывает обращение к нейту слов это вина перевода а не актера по яйцам не ну нас а насчет кит типа парень как раз таки у нас мне кажется это нормально звучит частенько так взрослый типа к малой или молодым называют их парень они ребенок или малой парень это он для нашего это нормально поэтому вообще здесь при проблеме вижу мифом пощадам не расплатишься шейфер с акцентом звучит интереснее чем без него ты нашел мою экспедицию да я нашел ты понял что мне пришлось сделать да ну да в оригинале звучит лучше если бы они нашли камень это изменило бы ход истории тише тише а вот лазаревич в оригинале ржачный да это весьма спорное заявление но лично меня он веселит в хорошем смысле тем насколько он отмороженный это это забавно не стану торговаться кем ты пожертвуешь кого спасешь вот эту или вот эту или все-таки но у него есть акцент это единственный персонаж с акцентом в игре и черт возьми это гениально гениально обыскать лагерь бегом на всю дорогу от храма найти другой путь проиграл баска господь свидетель я не это имел ввиду говоря что ванчартов нужны акценты меня окружают предатели и глупцы я пробила блять даже как-то легче на душе стало и настроение поднялось ой хотелось бы мне закончить выпуск на этой веселой ноте но нет не пойдет слишком глубокий шрам на моей психике оставила эта локализация так что время их истории дамы и господа давай версии для третьей плойки присутствует легендарный не побоюсь этого слова момент когда дрейк в перестрелке бросает вот такую фразу которая означает из-за вас ублюдков я упущу пояс в субтитрах она была переведена следующим образом это выглядит тупо но причина ее появления в игре в этом виде понятно слово мисс означает как упустили так и скучать у приводчиков не было контекста так что они выбрали неверный вариант я не знал что мисс не угадали ну бывает дерьмо случается ничего страшного не ну конечно это предположим что ничего страшного да но в дубляже уже тогда на момент релиза трейк озвучивает корректный для ситуации текст то есть на момент записи голоса локализаторы были в курсе происходящего в игре в этом конкретном кадре но субтитры никто не поменял бредятина какого хрена ладно ты настолько им было лень изменить пару слов за текста 2015 год прошло шесть лет не ходит на это андрей коллекция за этих публиков я про пощупать ничего не изменил пиздец камону мой можно было же при перечитать все исправить это футаж с playstation 4 от 17 февраля 2016 на там все также скучает по поезду не то чтобы у sony не было ресурсов времени или повода для исправления вот деньги я думаю у них точно есть это ремастере для четвертой плойки лучше момента для патча не было и не будет они подтянули текстурки увеличили фреймрейт иначе кому этот рима не видишь этот вес нет а у есть звучали всю первую часть наконец потому что переведенную эту игру купит больше народу в россии не правда ли но этот юб и кусок скучающего по поезду текста фиксит никто и не и подумал настолько всех перечисленных ой блять косяков перевода если даже одно сраное на и тупейшие словосочетания в субтитрах никто не соизволил писать и чего уж тогда было ждать от локализации в целом мне на самом деле обидно за дубляж обычно ситуация обратная неплохой перевод портит стрёмным озвучанием здесь же она весьма достойная если исключить из уравнения хвою образ который был убит на корню лютым местом а если сравнить не то что мискаста мне кажется она могла бы отыграть просто что никогда не постаралась именно у этого персонажа в первую же она хорошо отыграла тем же мультяшно наигранным assassin's creed 2008 то это вообще прорыв учитывая разницу всего в полтора года настолько отвратительный перевод сводит на нет все актерские заслуги и послушать тут бред что они несут нет ни малейшего желания но я могу немного понять да но и не настолько прям сильно я бомбил и масло в огонь подливает тот факт что это не пиратское издание какого-нибудь фаргуса но мы почти на месте на каком месте внизу выпуска я советую людям плохо знающим английский все же попробовать сыграть с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами ну здесь субтитры блин хуёвые да потому что текстовый перевод в отличие от войсовера в большинстве игр сделан неплохо несмотря на порой проскакивающую тупость появляющуюся по большей части из-за условий изоляции от контекста в которых приходится работать над локализацией но в этот раз я не могу посоветовать играть с русскими субтитрами ничего не изменится потому что сам перевод uncharted 2 это полная и беспросветная жопа в глубинах которой пропала львиная доля контента остается только смириться и поблагодарить за обидно потрясающую локализацию ответственных за нее людей спасибо вам что вы изуродовали uncharted 2 для русского игрока интересно насколько хреново будет третья часть и вот это действительно и и clearly hired the wrong man for the job this is how it will end Нет, нет этого человека. Ты не имеешь права. Мы все убили! Возьмите меня, генис. Ты ловишься. Поехали и спаси твою землю. Русь! Как я должен взять танк? Небе не принимать танк? Небе не принимать танк? Берегись. Хе-хе-хе-хе-хе. Красный? Красный, блядь. Классный ролик. Тут парень в очках. Классный ролик получился у Карамоша. Спасибо ему большое. Даже почти большинство моментов я... Ну, как бы, кем он говорил. Правда, всё равно как-то слишком сильно бомбит. Ну, пиздец. Ну, типа, ладно. Ну, не окей. Ну, плохой перевод. Ну, блядь, куда деваться? Да, типа, не круто. Но так сильно бомбить на это? Не знаю. Мне было бы в большинстве степени пофигу. Ну, в любом случае, ролик хороший. Спасибо ему большое за контент. Спасибо большое вам, подписчику, за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуются ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.